нам ехать еще девятьсот 20 километров время 11 часов вечера денис рим мы едем к тебе катетаста разогнали 150 160 шпарит только так да как есть так и расскажи волнуешься прививку взял это же не должно быть прививку сделал какую от африки на не носа по крайней мере до дакара я точно говорю что все будет хорошо единственно чтобы вторая машина нигде не взорвалась раньше время но это было бы прикольно да но если кто-нибудь с вами поедет третьим водителем который будет то мы можем ее взорвать ребята ребята привет значит мы находимся в городе минск белоруссия вот наш аппарат возле макдональдса реклама реклама до продали за отписка макдональдс спонсирует нашу поездку всю ночь это самое главное место да мы в общем у нас планы меняются каждую секунду сегодня выехали в 11 30 вечера ночи и вот мы 8 утра были уже в минске все потому что нам надо успеть до выходных к денису рему денису рему купить тачку чтобы успеть ее снять и что-то поставить там короче выходные немцы отдыхают в общем у нас есть еще порядка 24 часов чтобы доехать до мюнхена еще полторы тысячи в принципе если на границе не слишком долго то все реально ну чё выезжаем с белоруссии скоро уже город брест город герой он же герой герой город герой пресс вернее не город герой такого крепость герой крепость герой все блин я в бресте сейчас второй раз и второй раз я не успею сходить на брестскую крепость и теперь я буду еще больше расстраиваться наша тачка наша тачка взбучившаяся краска за как надо сейчас сидим выбираем машины белорусский интернет нам помогает в этом очень быстрый хороший какая какой у тебя до классный маршрут через брестскую крепость значит у нас тут полностью под завязку вот так вот я сижу вот здесь я сплю я сплю на подушке катя клэп катя если ты смотришь это видео знаю я твою подушку не выбросил она у меня но скажу честно я ее взял первый раз собой потому что ехать долго подумал что она мне может пригодиться вот так что да она уже пригодилась я на ней спал хорошая подушка крепость стоит на четырех островах естественный остров и три островные укрепления кобринско-терреспурская волынская крепость бастионного типа но это всего лишь 10 процентов мощи крепости основной это ее форты значит ситуация какая приехали мы на границу 120 машин тут стоит время ожидания не меньше пяти часов значит открываем сайт соседний переход через 44 километра там три машины стоит онлайн камеры все показывают едем туда 40 центров до грубля полчаса езды может даже меньше пожалуйста ребята вот вот так помнили дислокацию дамы дома чего дома чего машин нету видите пустая дорога главное чтобы это работа они вот одна машина стоит рено какой-то все вот уже больше с польши въезжая европу знак евросоюза как это у нас три колора здесь кто 2 color доска лорес если в польше говорят говорили бы по-испански ну все сейчас самый ответственный момент пусть от мишу в польшу или нет без визы да здесь за какой польской марок вставай самую короткую очередь а тут вреда рано обрадовались но в тысячу раз меньше чем там значит вот так вот выглядит очередь ожидания речь посполита польска значит мы сейчас ждем машины есть я посмотрю сколько это по времени займет но наверное думаю не меньше часа все стоят вот наша тачка ходить новости которые вы все так полюбили от саши и в этих новостях как раз таки вы узнаете что происходит с нами с отморозками в африке мне кажется так проект и нужно назвать отморозки в африке к сожалению я не могу поучаствовать в экспедиции но я могу поучаствовать душой и снабдить вашу экспедицию самым вкусным напитком моего магазина это шампанское сображ с французского словом сам сабля это обмене открывать игристые вина вообще шампанское с помощью сабли но сегодня у нас будет не сабля клинок финка и ручка будет сделана из кости мы сегодня продемонстрируем новый способ открыть игристое вино не сабли а другим приспособлением сегодня нет клинок вот пробуем значит смотрите вот в чем разница как ты ешь национальное блюдо и они начинаем флаки из чего-то курина очень неплохо ну пусть даже желудочки сама неплохо а ты я что уродицы котлеты вот такое хоть я по-польски уже шпарю только там буквально 15 минут модность вот эти три котлет две котлеты флаки и еще хлеб и чай и гуляш стоят 54 злота 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 сколько там злота вот это 916 рублей значит вот варшава темно ничего не понятно вот наш маршрут 8 утра мы будем в мюнхене прекрасный варшрут варшрут по маршаве варшаве что у нас из сегодняшнего дня произошло канистры потекли текут обе канистры много весь день мучаемся с ними короче то так то так в итоге башкой весь день думаю то что же такое чем происходит в итоге короче вроде бы нашли решение при котором более-менее нормально но все равно канистр надо менять поменяем их при первом удобном случае вот я течет в дно чуть-чуть во второй течет крышка чуть-чуть анистры приехали из шелкового пути нам сказали что вроде бы они супер классные не текут отличные крышки но в итоге в одной крышке в другой дно еще два часа вот пожалуй самое главное впечатление два часа польской границы и гуляш за думали что буду на то уж на нас смотреть но в принципе они только проспрашивали куда мы едем просили рома показать баксы видимо давно не видели да деньги есть я говорю есть покажите я говорю у меня на кредитки играми на кредитки андака наличные есть я говорю но есть андака нет покажите сколько у вас есть наличных не вся сумма в трусы спрятана только часть в кошельке были деньги показал вот так в принципе чё едем мюнхен значит на заправке мы больше вот наша машина заправляемся бен стоит 468 злота за литр это где-то где-то чуть больше евро я точно курс не знаю но можете постричь 468 злота за 95 а сейчас едем миша за рулем трасса хорошая началась ограничение 100 130 моих километров 130 140 идем нам ехать еще 920 километров время 11 часов вечера денис ремк мы едем к тебе вечно жующий миша ты как в кадре поиграешься ты либо наклейки клеишь спонсоров либо жуешь в чем твой секрет расскажи я спонсорные деньги только на еду короче мы вот взяли картошку фри булку магнаггетсы и еще одну булку все вместе короче вот 20 магнаггетсов булка булка фри чай стоит 40 златанов эбрагимович и пробегимович и где-то где-то 10 10 долларов 10 я учет такое мы точно курс не знаю новые вы на самом деле ребята умные лучше научить в комментариях сколько это по факту у нас вышло потому что но интересно я точно веду расходы но курс не знаю поэтому пишу так примерно уже чехия город бурно сколько стоит бензин понятия не имею что за валюта к c чешская крона пойду заплачу за бензин так какая первая колонка а мне включили смотри 30 чешских крон за литр не знаю сколько это в рублях понятия не имея заправляюсь такая маленькая заправочка 650 километров это уже почти пять часов скоро будем там ну чё смотрите как живут блогеры роскошно роскошных апартаментах с лишним с личным водителем что происходит я везу тебя по чехии чувак какой-то трэш друзья зачем я на это вот она стала пятничное утро мы находимся в баварии едем к денису рему как все происходило у миши вышло новое видео по поводу того что мы едем в африку денис написал ему под комментариями в комментариях что давайте по встретимся я вам помогу мы ему позвонили и сказали наш план он наш план раскритиковал сказал что выходные мы ничего не купим машины это была среда вечера часов 10 вечера на что он сказал единственный ваш шанс это приехать в пятницу 8 утра ко мне в общем время 90803 здесь я часы еще не перевелись мы подъезжаем денису рему мы доехали за сука 34 часа 34 часа и два часа границы до 32 часа я думаю на все остановки да не на остановке больше потому что мы обедали ну как бы кушали граница до заправки потому что мы разминали заходили то есть мы не просто летели на заправках там и в этих мы разминались всего мы проехали 2450 сейчас скоро будет 2450 за 32 часа 2450 почти по 100 километров в час но если выкинуть часы остановок и буду думаю даже больше будет а но мы еще в варшаве же много времени провели пока там по пробкам пока там андрея высадили на вокзале ждали пока мы там с этими канистрами текущими разобрались сложно час ушел маньяки а все начиналось так что рома сказал да не поедем на расслабоне шестить не будем ночью вообще ехать не хочу да я ему говорил что ночных переездов не будет в итоге мы ехали два через два ночи один день там и реальности вехали два через два два часа я еду он спит два часа он едет я сплю и вот таким темпом мы ехали но и днем андрей вел конечно мы спали вдвоем вот так что все реально мюнхен 2 500 от москвы проехали до новый дастер кати дастер разогнали 150 160 шпарит только так но у нас же еще кофр там все эти мы уж там скоро взлетаем в общем сейчас вы снимать видосы с денисом и покупать тачку смотрите не переключайте можете пока пока рекламная пауза сходить и чай налить спасибо да спасибо встречу вот нас угощают булочками как мы же не бьюти блогер